Зато в Раде, сегодня исполняющая обязанности главы Минздрава, разговорилась. Правда, о трагедии она не вспомнила. Предпочла рассказывать о прорыве в сфере предоставления медицинских услуг. Проект, разработанный Минздравом медицинской реформы, в парламенте сегодня бурно обсуждали. На чем остановилась, узнаем от Ирины Романовой. Вместе с повесткой дня нардепов нагрузку получают весистую книжицу. В ней в цифрах и таблицах медреформа, которую предлагает украинцам правительство. Этот вопрос сегодня в центре внимания парламентариев, но начиная спикер с другого. Большинство нардепов законопроект поддерживает против оппозиции. Мы были свидетелями очередного голосования за идеологическую вещь, которое, мы уверены, в прикладном плане не будет иметь никакого наследия. Никто нас в НАТО не примет, никто не будет даже рассмотреть заявку нашу. Сегодня было очередное намагание отвлекать внимание общества от реальных проблем, которые есть в стране. Нардепа приступает к обсуждению медреформы. Исполняющая обязанности главы Минздрава пытается объяснить необходимость преобразований. Мы вводим государственный гарантированный пакет четких законодавших гарантий, однаковый для всех, независимо от материального состояния. Часть стоимости медусток за пациента оплачивает государство, остальное он сам. Но в какой пропорции, Супрун не уточняет. Чуть больше сообщает глава рабочей парламентской группы, которая помогала Минздраву сочинять документ. За образец, говорит Березенко, взяли британскую модель. С 1 сентября 2018 года каждый семейный лекарь имеет право заключить контракт с минимумом 1000-1500 пациентов до 2000. За каждый контракт этот лекарь отримает в год какую сумму. Он по нашим рассчитанам себе может зависеть в качестве дохода сумму равную 23-25 тысяч гривен. Еще одно новшество создается Национальная служба здоровья, которая будет переводить деньги с казначейства на счета медзаведений. В профильном комитете, предложенную Минздравом Супрун Медреформу, забраковали. Посоветовали помозговать над ней еще. Министерство охороны здоровья и Кабмин не спромоглися за последний год дать ответ на запитание. Что будет входить в базовый гарантированный пакет медической допомоги? Сколько стоит эта допомога? Сколько нужно будет платить людям по спивоплате? По сути, сейчас мы кидаем людей под танки и даем ему еще дополнительные тарифы. Породители, дети, дети-сироты, дети с вадами развития, не смогут попасть на плановую операцию. Бывший министр здравоохранения, а на не член профильного комитета Олег Мусей, тоже не в восторге от реформы в таком виде. Предложил альтернативу. Вы хотите этим законопроектом построить новые коррупционные схемы, а именно централизовать деньги под государственную агенцию, которую вы называете очень красивой названием. Красивая название называется «Национальная служба здоровья». Красти 80 миллиардов из так же братской охороны здоровья – это вверх цинизму. Саме тому в альтернативном законопроекте мне удалось не на 100%, на 80% за обмеженность у часа уменьшить все коррупционные риски. Однако законопроект Мусей НРДП не поддерживает. А вот правительственный, прежде чем голосовать, обсуждает несколько часов. Коалиция «Самопомощь» приводит десятки аргументов за. Басківщина радикал и оппозиция против. Цей законопроект про людские гроши, который сегодня есть попытка передать людям и лекарям. Ихай они между собой разбираются, а не 1 сечня деребанят государственные чиновники и фармакологическая мафия. Сейчас происходит такая же реформа в лапках охороны здоровья, как когда реформа газового рынка, когда в 10 раз вы получили высшие тарифы на газ. Люди теперь будут полностью платить за все услуги системы охороны здоровья. Будет как минимум, как и по газу в 10 раз дороже, чем те, что сегодня... Практично, это мы выходим на платную медицину. И никто не показал, выключено с первой ланкой, никто не показал, каким чином людина может сплачивать операции на сердце, лекарство каких-то хвороб. Створюється агентство по распределі финансових ресурсів. Я думаю, в ручному режимі распределять ресурсы. Ми боїмося, що це просто буде черговая кормушка. Наконец, спикер ставит законопроект на голосование. Не хватает трех голосов. Коаліція знову-снову призывает коллег поддержати реформу. 227 за, рішення прийнято. У міністра радується, благодарить нардепов. Но тут трибуну блокируют радикалы. Обвиняют коллег в кнопкодавстві. Требують переголосування. Их поддерживает і оппозиція. Я звертаюся до коаліції. Звертаюся до Головуючого. Там кнопкодавлять. Звертаюся до Супрун. Вам треба такий законопроект, де його кнопкодавлять. Та це ж буде ганьба. Ви говорите реформа раз в 50 років. Ви через коліну всіх заставляєте проголосувати. Проект медреформы отправляють в комитеты на доработку, щоб ко второму чтению там учли все предложенные сегодня поправки. Ірина Романова, Анна Каменева. Подробности. Телеканал Интер.